Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. У строителей такая обидная для нас, простых людей, поговорка. Дураку полработы не показывают. Дураки-то мы все с вами. Строители готовы показать все. Ремонт автодороги на Куконковых завершился. Можно по личному вопросу принять. Вот, ладно. Отопительный сезон в новом жилом комплексе «Жар птица» в Иванове под угрозой. Бывшие управленцы «Жилстройсервис» не хотят передавать собственникам их насосы от крышной газовой котельной. Люди обратились в полицию. В чем же причина? Мы разбирались. Глава Кейковского района Виталий Котков разобрался в скандальной истории СМУБ ЖКХ. Свою позицию объяснил в социальных сетях. Упрекнул бывшего директора в том, что он заправлял личную машину на деньги предприятия. В Иванове реставрируют здание ЗАГСа. Мешает ли это заключению браков и когда закончат работы? Расскажем. Грязные делишки происходят в районе набережной в Иванове. Покажем, что сливают в овоте. Растяжка и суставная гимнастика. Ивановские пенсионеры уверены, никогда не поздно начать тренировки и справиться с остеохондрозом. Получаем очень хорошую такую нагрузку и выходим отсюда. Уже не едим, а летим. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Завершился ремонт автомобильной дороги на улице Куконковых в Иванове. Объект сложный, один из самых крупных в области. Во вторник с инспекционной проверкой на Куконковых приехали эксперты во главе с губернатором. Репортаж Ирины Афониной. Автодорогу на Куконковых строили два года по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Объект непростой, отмечают дорожники, один из самых крупных в этом году. Участок является продолжением Кохомского шоссе, который отремонтировали в 21-м. Это дало свой результат. У нас увеличилась пропускная способность дороги. У нас ликвидированы полностью и на Кохомском шоссе, и на улице Куконковых очаги аварийности. У нас нет ДТП с погибшими на этих участках. У нас сейчас упорядоченное движение. Модернизированы пешеходные переходы, перенастроена часть светофорных объектов. Увеличили пропускную способность автодороги, обустроили 14 островков безопасности. Мы сегодня с экспертами, с коллегами из Народного фронта все-таки проверяем этот объект. К нему были вопросы по ходу. Но знаете, как говорят у строителей, есть такая обидная для нас простых людей поговорка. Дураку полработы не показывают. Дураки-то мы все с вами имеем в виду. Вот сейчас объект завершен, можно его оценить. Основной вопрос, который глава региона задал подрядчику, как эту дорогу вместе со островками будут зимой очищать от снега. Мы строим эти объекты, действительно, это важно, и дороги, комфортную городскую среду. Но вопрос эксплуатации, он ключевой. Что касается эксплуатации дороги со островками зимой, опыт уборки снега имеется у подрядной организации. Проблем я никаких не вижу, потому что у нас сейчас такие островки безопасности находятся на содержании. Но это Ново-Талицы, Карапорт, Западный обход. То есть они убираются КДМками и вручную, соответственно, есть. Глава региона спросил, не помешают ли чистки снега растяжки на деревьях. Специалисты сообщили, их уберут, как только укрепится корневая система. В массе свои участники инспекционной проверки, не путать с народной приемкой, она впереди, обновленную трассу хвалили. Однако эксперт ОНФ посетовал, к примеру, на то, что плохо стригут кусты, ухудшается видимость. На вопрос, как он относится к островкам, общественник отметил, если на шоссе еще более-менее неплохо, то в районе Панино сужение. То есть этот вопрос должен быть зимой, быстро, оперативно уничтожать снег. Что же касается самих островков, мнения разнятся. Кто-то за, кто-то против. Нас часто упрекают в том, что мы заужаем проезжую часть за счет островков. Это визуальный эффект, мы можем взять инструменты, померить. Никакого заужения проезжей части нет, полосы соответствуют ГОСТам. И от островков много пользы. Их обустройство положительно повлияло на безопасность. В итоге в прошлом году наш регион занял второе место в ЦФО по двум показателям. Социальному и транспортному риску. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС. Глава Тейковского района Виталий Катков провел свое расследование скандальной истории СМУБ ЖКХ. На прошлой неделе мы рассказывали, что из-за огромных долгов предприятие потеряло репутацию. Счета арестованы приставами, а район может остаться зимой без отопления. Что думает глава, расскажет Денис Воробьев. Во вторник Виталий Катков выложил пост на своей личной странице ВКонтакте. Глава Тейковского района объяснил позицию относительно конфликта двух директоров МУБ ЖКХ. Так, с бывшим управленцем Михаилом Курагиным глава отказался продлевать контракт из-за миллионных долгов и нецелесообразного расходования средств. Общая задолженность компании на 2020 год составляла 59 миллионов рублей. Что касается утечки бюджетных денег, то Виталий Катков приводит такой пример. Личный автомобиль директора Михаила Курагина был арендован предприятием. Таким образом Курагин ремонтировал транспорт и заправлялся бензином за счет фирмы. К слову, путевые листы показали ежедневный пробег директора 300 километров. Из занимательной статистики глава района приводит двухнедельные данные за 2019 год. Когда на личный автомобиль Курагина было списано бензина на 6000 километров. Подобных аргументов говорится в посте множество. Результат один. Компания оказалась на грани. Тогда Виталий Катков поставил профессионального финансиста Алексея Морозова, который за два года успел погасить долги перед кредиторами практически в два раза. А теперь цитата головы. В июне 2022 года к нам в администрацию и на предприятие приходят запросы о предоставлении документов по финансам за период с июля 2020 года. То есть сразу же в запросе исключается период работы прежнего руководства. И срок привлечения к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ тоже два года. Судебные приставы могли прислать запрос по документам хотя бы с июня 2020 года, чтобы даже по формальному признаку зацепить срок работы прежнего руководства, которое нахомутало долги и не платило по ним. Но нет, видимо, такой задачи не было. В результате надействующего директора возбудили сразу 10 уголовных дел, а счета МУП ЖКХ арестовали. Руководство района намерено сделать все возможное, чтобы бывшие управленцы МУПа не могли сорвать отопительный сезон. Ивановская область пока соответствует части критериев региона, свободного от ковид. Но число заболевших коронавирусом продолжает расти, как и на всей территории страны. За последние сутки еще у 62 жителей области выявили ковид-19. Российский Роспотребнадзор даже рекомендовал вернуться к масочному режиму в транспорте и общественных местах в тех регионах, где за неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения. Мы пока не входим в их число. Если вернуться к критериям территории, свободных от коронавируса, Ивановская область соответствует по уровню заболеваемости и охвату тестирования. А вот что касается загруженности коечного фонда, занятости коекс ИВЛ и коллективного иммунитета, тут цифры не радуют. Взять тот же уровень иммунитета он, по данным портала stopcoronavirus.rf, не достиг и 3%. А теперь посмотрите внимательнее на карту. Она наглядно показывает ситуацию с ковидом в стране. Красный цвет преобладает. Это регионы, где фиксируют более 150 случаев на 100 тысяч населения за 7 суток. К таким отнесены и те субъекты, где слабо ведется тестирование. Среди соседей покраснели нижегородцы и владимирцы. Ивановская область, так же как Костромская и Ярославская, пока в желтой зоне. Менее 30 случаев на 100 тысяч населения в неделю. В Иванове продолжают реставрацию ЗАГСа. Общий объем финансирования работ превысил 14 миллионов рублей. Мешает ли это заключению браков и какие еще памятники культуры должны восстановить в области в этом году? Расскажет Марина Зенина. Возвели здание в 1913 году для сына Дмитрия Геннадьевича Бурылина, Ивана. Строился особняк в стиле неоклассицизм. Колонны, арочные окна, декоративная лепнина. После революции здесь располагался клуб большой ивановской мануфактуры, фабричные ясли. ЗАГС с 1946 года. Капремонт они проводили около 50 лет. В 2010 году восстановили кровлю. В прошлом году за счет средств областного бюджета частично поменяли чердачные перекрытия. Восстановили карнизные элементы, ограду, главные фасады. В этом году были продолжены работы при реставрации оставшихся фасадов. На сегодняшний момент они уже практически завершены. И выполняется ремонт внутренних интерьеров. Выполнены работы в двух залах. В работу нам переданы еще два зала. Строители зашли на объект в апреле. Как раз когда началась горячая свадебная пора. Однако, несмотря на сложности, связанные с ремонтом число браков по сравнению с прошлым годом увеличилось. Пришлось в ручном режиме организовать прием граждан. В двух залах проводится полноценная регистрация брака. В это время одновременно регистрация в других залах не проводится. ЗАГС работает в полном объеме. То есть справляется со всей государственной регистрацией. Залы, по словам сотрудников, действительно требовали ремонта. В июне прошлого года в розовом произошло обрушение. В остальных также трескались потолки. Сыпалась лепнина. Уже закончили ремонт в самом популярном бежевом зале. Здесь отреставрировали стены и потолок. Уже в четверг планируют заключить первые браки. Со времен Бурылина здесь остались дубовый паркет, двери и мраморные подоконники. На очереди зеленый и розовый залы, а также восьмиугольный холл. Сейчас над ним куполообразный потолок. При Бурылине он был стеклянным. Можно было смотреть на звезды. Закончить работы должны в ноябре. Это не единственный памятник архитектуры, который восстанавливают в области в этом году. Выдано 32 разрешения на проведение работы по сохранению объектов культурного наследия. Дома Бредихина в Заволжске. Это и дворец искусств. Это и музей Цветаевой в этом году. Это и дом культуры Вичуги, который тоже достоин того, чтобы о нем говорить. Общая сумма инвестиций на реставрацию памятников архитектуры региона составляет 100 миллионов рублей. В прошлом году восстановили примерно столько же объектов. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». В поселке Мирный и Фурманово полицейские выявили нарколабораторию. Житель области специально купил там дом, чтобы выращивать коноплю. Наркосодержащие растения мужчина выращивал не на участке, а дома. Он закупил специальную технику и оборудовал плантацию и цех. При обыске в лаборатории было обнаружено множество трехлитровых банок, которые были заполнены уже созревшей и измельченной коноплей. Это сырье для последующей переработки в марихуану. Наркодельца задержали прямо во время сбора урожая. Полиция изъяла и кусты, и готовые наркотики. Кроме того, изъято оборудование, вентиляция, лампы, необходимые для выращивания данного растения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Можно по личным вопросам принять. Отопительный сезон в новом жилом комплексе «Жар птица» в Иванове под угрозой. Бывшие управленцы «Жилстройсервис» не хотят передавать собственникам их насосы от крышной газовой котельной. Люди обратились в полицию. В чем же причина? Мы разбирались. Грязные делишки происходят в районе набережной в Иванове. Покажем, что сливают в овоте. Растяжка и суставная гимнастика. Ивановские пенсионеры уверены, никогда не поздно начать тренировки и справиться с остеохондрозом. Получаем очень хорошую такую нагрузку и выходим отсюда. Уже не едим, а летим. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Новый высотный дом в Иванове может остаться без отопления. Бывшая управляющая компания «Жилстройсервис» не желает отдавать собственникам их общедомовое имущество. Речь идет о дополнительном оборудовании для газовой котельной. Ивановцы обратились к правоохранителям, но и тут помощи не нашли. В коммунальной проблеме разбирался Владимир Еремин. История с исчезновением газового доп. оборудования жилого комплекса «Жарптица» началась полтора года назад. После окончания строительства Ивановская компания «Партнер Газсервис» письменно передала общедомовое имущество руководству обслуживающей организации УК «Жилстройсервис». Его стоимость более миллиона рублей. Это несколько резервных насосов для действующей газовой котельной. Весной жители высотки от этой УК отказались, но забрать свое оборудование не получается. Ну, крышная котельная же является нашим общедомовым имуществом, соответственно, и запчасти к этим котлам – это тоже наше имущество. Эти насосы либо есть и переданы, и нам не хотят их отдавать, либо их нет просто в наличии, а только по бумагам прошли. Это мое предположение, конечно. Не получается забрать насосы и у действующей УК «Сота». Как отмечают специалисты, дополнительное газовое оборудование необходимо для ликвидации аварийной ситуации. Если зимой сломаются насосы, обеспечить бесперебойную циркуляцию теплоносителя будет невозможно. В возврате данного оборудования они нам отказали. Мы обратились с заявлением в Афруминский отдел полиции о рассмотрении факта возбуждения уголовного дела по статье 160, присвоение чужого имущества, но последовал отказ. Полицейские не нашли нарушений со стороны жилстройсервиса. Сейчас собственники ЖК «Жарптица» и руководство УК «Сота» подали очередную жалобу в адрес вышестоящего полицейского начальства на бездействие подчиненных в областное управление ОМВД. Мы просим вернуть наше совместное имущество нашему дому. Почему компания «Жилстройсервис» не желает отдавать чужое имущество для жильцов остается загадкой. Управленцы с журналистами на личную встречу не соглашаются. Здравствуйте, а можно опортикать? Девушка. При виде нашей съемочной группы автомобиль с представителем УК уехал. По телефону сотрудники жилстройсервиса разговаривать и даже представляться не желают. Это мое личное желание. А должность вашу? Тоже не хочу вам представлять. Я просто даже понятия не представляю, с кем я разговариваю. Мне не представили ни паспорта, вы мне не скинули никакие документы. Это действительно ли я с вами разговариваю? На каком основании я вообще должна отвечать вам на такие вопросы, которые мне задают? На каком основании я должна сейчас вам пояснять по телефону? Я не знаю, кто вы. Еремин ли вы Владимир? Или вы Бядя Печкин? Я не знаю. Так давайте встретимся, в чем проблема? Когда я смогу с вами встретиться, я вам обязательно об этом сообщу. Жильцы не теряют надежды вернуть оборудование и продолжают походы в УК. Всякий раз двери для них закрыты. В итоге 100-квартирный дом на улице Жарова ближайшей зимой может остаться без тепла. Достать аналогичное оборудование, утверждают коммунальщики, быстро не получится. Жильцы и управленцы намерены обратиться в суд. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Ивановцы снова буквально за руку поймали осенизатора, который сливал в уводь нечистоты. К нам в редакцию прислали свежее видео. Все это грязное дело происходит со стороны так называемой новой набережной в районе Самойловского моста. Мужчина спокойно выливает в уводь содержимое цистерны. Делать это, естественно, запрещено. При этом осенизатор стоит себе приспокойно и даже не пытается скрыться. Такие нечистые действия в разных районах Иваново происходят регулярно. Для нерегальных сливщиков действуют штрафы от 2000 до 250 тысяч рублей. При этом в Иванове работает всего одна официальная точка для приема жидких отходов. Располагается она на улице Парижской коммуны. Станция по приему ЖБО работает с 8 утра до 19 часов. Без выходных и принимает до 90, а во время паводка до 120 машин в день. Париж на прием ЖБО – 17 рублей 95 копеек, включая НДС, за 1 кубометр сроков. В Иванове планируют построить еще одну станцию по приему ЖБО, но точных сроков ее открытия не называют. Ранее мы сообщали, что это произойдет не раньше 2023 года. Уборочная кампания в нашем регионе идет полным ходом. 30% зерновых собрано. Большие надежды подает молодое предприятие Грейн Русагра. Год назад оно обосновалось в Кенишемском районе. Освоило почти 4000 гектаров. С аграриями познакомилась Алина Марчева. Эти зерновозы едут с полей, везут пивоваренный ячмень. Поток машин не прекращается. Собранные урожаи отправляют в элеваторы. Они принадлежат компании Грейн Русагра. Огромный зерносушильный комплекс возвели в рекордные сроки – за 2,5 месяца. Сейчас идут пусконаладочные работы. Мощность позволяет принимать до 2000 тонн зерна в сутки. Час сушат по 160 тонн. Процесс крайне важен. Зерно поступает с влажностью от 16-20%, которое требует доведения его до параметров, которые позволяли хранить его в нормальных условиях, которые позволяют этот продукт сохранять и далее отправлять потребителям на переработку. Предприятие Грейн Русагра зашло в Ивановский регион год назад. Обосновалось в селе Первомайский Кенешемского района. Выкупили земли 8,5 тысяч гектаров. Половину из них уже обработали. Выращивают пшеницу, а земный рапс – пивоваренный ячмень. Это не все. Часть культур, например, соя, подсолнечник и кукуруза находятся на экспериментальных полях. Оставшаяся половина земель для посева еще не готова. Постепенно ее очищают от кустарников и прочей растительности. У компании грандиозные планы – увеличить посевные поля до 12 тысяч гектаров. По планам компании они ежегодно планируют водить по тысяче-полторы тысячи гектаров. Это одно из основных предприятий, которые вводят землю вот такими большими массивами. Не единственное, но одно из крупных предприятий. Познакомиться с работой элеватора приехал губернатор. Компания уверяет, если все пойдет по плану, то к 2025-2027 году предприятие сможет собирать с наших полей до 50 тысяч тонн зерна. Тогда же возведут еще один сушильный комплекс. Станислав Воскресенский отметил, о таких производствах нужно рассказывать и ставить пример. Завершили зерно-сушилку. Сейчас еще добавляют инвестиции. Поэтому будем помогать, чтобы больше таких производств. Департамент сельского хозяйства отметил, урожайность на полях в этом году выше, чем в прошлом. Алина Марчева, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». Ивановские пенсионерки доказали, спорт полезен в любом возрасте. Некоторые пришли заниматься на бесплатные занятия по суставной гимнастике с нуля. А сейчас их не узнать. Что за тренировки такие? Репортаж Дениса Воробьева. Смена руки, смена ноги. Подъемы. Прямая рука, прямая нога. Инструктор Елена признается, первые занятия проводить было страшно. С каждым нужно познакомиться, узнать про болезни и спортивный опыт. Работа кропотливая. От базовых упражнений до профессиональной растяжки. Но главный страх – это получить пустой зал уже на второй тренировке. Настоящий шок Елена испытала, когда десятки пенсионеров выстроились в очередь, чтобы привести себя в форму после пробного занятия. На начальных стадиях остеохондроза у людей прямо выздоровление наступает. Они сами подходят и говорят, что у меня прошли болеть суставы, у меня прошло болеть плечо. То есть они находятся в хорошем тонусе и в хорошем настроении. 90 человек. Сегодня это максимальное число участников. Поболтать лежа на коврике здесь не получится. За час пенсионерки успевают разогреть все группы мышц. Я так со стороны наблюдаю даже со своими коллегами, вот за группой. И то видно, какой прогресс у всех. Если раньше мы там ножку чуть-чуть отрыгали от пола, то теперь все нормально, все очень живо, все очень здорово. Я думаю, что это очень полезно для ветеранов в любом возрасте. Программа «Час здоровья» стартовала в феврале по инициативе губернатора области. Сейчас в планах увеличить количество тренировок. В летний период ходит поменьше – от 30 до 40. Решением руководства Дворца игровых видов спорта принято решение увеличить количество часов, когда закончится дачный период, и все вернутся на занятия. Сегодня предоставляется 50-процентная скидка на занятия для студентов. А пенсионеры и люди с ограниченными возможностями имеют возможность бесплатно заниматься на спортивной инфраструктуре комплекса. То есть сегодня, кроме проведения профессиональных игр и введения, скажем так, тренировочного процесса в спортивных школах, возможно и свободное посещение объектов, в том числе на льготных условиях или бесплатно на различными категориями граждан. Записаться на бесплатную программу может каждый житель пенсионного возраста, позвонив в Дворец игровых видов спорта. Денис Воробьев, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». В конце выпуска прогуляемся по Ивановым. Как показывают опросы, в областной центр приезжает все больше туристов. Где они могут сфотографироваться, на что посмотреть, помимо исторических достопримечательностей. Представляем нашу подборку оригинальных арт-объектов. Скульптуры известного ивановского художника-сварщика Владимира Волкова установлены по всему городу. Собраны из металлического мусора. Это старые автозапчасти, пружины, шестеренки и трубы. Много экспонатов в парке Степаново. Черепаха, заяц, медведь, штангист и любимое место для фото всех приезжих девушек – миниатюрная Эйфелева башня. Одна из последних работ художника – металлический конь. Вот такой стимпанк по-ивановски. На стадионе «Текстильщик» красуется железный футболист того же художника. Прототипа нет. Форма и шнуровный мяч отсылают нас к довоенному времени. Будем надеяться, что футболисты нашего клуба мяч будут не гладить на удачу, а как можно чаще отправлять в ворота соперника, что сейчас и демонстрируют. Пальцы, вырастающие из земли и обхватывающие дерево – это не гигантская подземная статуя древних народов Майя, а остатки от проекта «Селфи-маршрут». Предполагалось, что этот арт-объект будет отличным местом для фотографий в Зарядевском сквере. Да, оказывается, именно так называется сквер у дома корабля. Скульптура «Верность» – уличный пес, кот и домашние тапочки. Монумент призывает брать животных из приюта. В скульптуре установлено отверстие для сбора пожертвований бездомным животным. А это сквер искусств, где периодически проходят музыкальные и поэтические вечера. Достопримечательность – бронзовая такса, на которой многие ивановцы успели посидеть, погладить и сфотографироваться. Почему здесь установлен памятник такси – загадка, но сидеть удобно, особенно детям. Арт-объект, превратившийся в реалити-шоу. Крокодил с больным зубом все еще ждет, когда птичка-тарец снова вернется и закончит свою работу. «Даже у стен есть уши, их лучше не тревожить», – читал один поэт современности. У этих стен ушей больше нет. Вернее, уха. А когда-то было. С ним можно было поделиться своими желаниями и мечтами. Куда делось ухо и кому теперь придется выслушивать пожелания горожан – вопрос. Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». Теперь о погоде. Что прогнозируют синоптики на ближайшие сутки? Государство каждому гражданину, который платит кредит, дает право раз в пять лет списать кредитный долг. Узнайте, как. Звоните 245-745. В среду в нашем регионе ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 30 градусов. Ветер восточный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха 41%. Жаркая погода пришла к нам на всю грядущую неделю. Нас ждет до 30 градусов днем и минимальное количество осадков. Держим цены для самого важного. Избавьтесь от варикоза лазером по старым ценам в клинике «Варикоза нет» в Иваново. Не упустите выгодную возможность подарить здоровье ногам этим летом со скидкой до 15%. Звоните 300-300. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Продолжение следует...